Так, сравним цены на недвижимость в Украине и России. Во-первых, сравнивать можно в национальных валютах, во-вторых, в долларах. Это украинские цены в долларах по Киеву, средняя цена по городу. Вот. Это московские. Ну, то есть, до того, как началось падение национальных валют, вот в Москве в среднем была пятерка за квадратный метр. Вот, сейчас 2,700. То есть, мы видим, что если 5 разделить на 2,700, то получается, что недвижимость в долларах подешевела в 1,85 раза. Вот. Теперь перейдем к украинской недвижимости. До обесценивания национальной валюты. Средняя была 1,700. Сейчас 1,100. Вот. 1,700 разделить на 1,100. Полтора раза в валюте подешевела. Ну, в валюте это, конечно, все хорошо. В долларах. Но. 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 Как известно, доходы граждан в национальной валюте, и они, ну, практически не увеличились. А. Остались на том же уровне, на котором были в 2013 году. Поэтому теперь мы будем считать все в национальной валюте, динамику цен. Сначала московскую. Вот. Недвижимость. То есть, если сравнение поставить, то фактически получается на 10% а цена в рублях выросла. Вот. На 10%, да? На 10%. Вот. Если в рублях график поставим, то мы увидим, что было около 150 тысяч. стало 170. Вот. Ну, это сколько получается? 150 там плюс... Там 15%, да? Ну, на 15% в валюте, ой, в национальной валюте, в рублях, то есть, увеличилась цена. На 15%. Всего лишь на 15%. Ну, чтобы понять, почему меня так беспокоит, мы теперь перейдем к киевскому рынку недвижимости, к украинскому. Вот. Здесь доллар был по 8. То есть, цена была 1700 умножить на 8 гривен. Получается, 13600 гривен за квадратный метр. А текущая? 1100 долларов, да? 16... 16... 1085... 1100. Вот. 1100. Было 13600. 1100. Теперь 1100 умножим на 26 и получим 28600. Итого... 13600 до кризисной цены. А после кризисной... так, секундочку, еще раз. 1100 умножить на 26... 28600. Вот. 28600. А было 13600. Это сколько получается? Плюс 120 процентов, что ли, где-то. плюс 115 процентов. Ну, плюс 115 процентов. Ну, плюс 110. О, наконец-то, блин, я угадал. Вот. То есть, по Москве цены подросли на 15 процентов в национальной валюте, а у нас на 110 процентов. То есть, если до кризиса нужно было отдать сумму, то теперь эту сумму нужно на 2. а вот так вот мы и живем. Просто охренеть, ребята. То есть, получается, до кризиса можно было в 2 раза быстрее накопить денег на свою квартиру. Так вот.